всем привет всем здравствуйте сегодня у нас с вами прямой эфир со мной с Катей Мирошниченко у нас с вами вторая попытка выйти в прямой эфир сегодня презентация новых декораций часть новых декораций у нас вышла на прошлой неделе сейчас я вас познакомлю еще с шестью вариантами у нас впереди еще ожидаются конечно же шермиконы вы обратили внимание что шермиконы еще не вышли у нас чуть-чуть задерживаются также вышли пластины вышла новая коллекция гель-лаков бёртов пассаж вышла новая коллекция красок декоративных в общем уже объем большой всего вкусненького есть чем можно порадовать вашего ваших клиентов до наступившим сегодняшнего дня весенне-летнего сезона потому что сегодня первое марта и официально можно покрывать уже нежными весенними где-то яркими оттенками и дизайн уже предлагать и фруктовые и цветочные и просто веселые классные неоднозначные то что иногда клиенты себе не позволяют делать зимой потому что для них типа зима должна быть очень сдержанная вот а когда уже официально весна наступила значит можно начинать отрываться в рамках маникюра спасибо большое за поздравление у меня сегодня день рождения и мне сегодня 41 год а мы с вами поехали смотреть обзор декорации и так хотела еще раз напомнить что новая коллекция и там вот такой подарок к вам идет смотрите я ради этого подарка купила вчера новый чехол заказала вот такой яркий неоновый вырви глаз цвет специально чтобы хорошо на нем смотрели стикеры и так коллекция перелетная птичка в переводе bird of passage смотрите внутри у нас идут вот такие стикеры очень клевые подходят для чехлов а подходят для ноутбуков планшетов там не знаю для любой глянцевой такой резиновой поверхности можете кстати лампу ими обклеить точно надо лампу ими этими стикерами обклеить тоже классная идея в общем у меня прямо отхожу и радуется глаз я просто счастлива спасибо большое за поздравление так еще раз напомню какие оттенки у нас входят весенне-летнюю коллекцию прежде чем мы перейдем к дизайном сегодня у нас с вами тема дизайна новыми декорациями вся летняя коллекция это восемь цветов из них все абсолютно эмалевые кроме одного такого знаете русалочьего цвета я его называю очень такие прям густые плотные блестки несмотря на то что оттенок-то полупрозрачные но если сделать с эффектом выравнивания получается офигенно я вот во вторник уже эфир вела кто пропустил во вторник обязательно посмотрите я делала еще раз выкраску в общем новая коллекция это очень классное такое знаете маркетинговое предложение для ваших клиентов на эту весну-лето смотрите потому что внутри у вас идут ложечки с наклеечками которые вы понятно что сами приклеиваете выкрашиваете выкрашивать я рекомендую конечно же в два слоя и так декорации я вам сейчас предлагаю быстро пробежаться чтобы вы сфотографировали экран итак первый это 134 заряд витаминов здесь два паттерна для модного маникюра и модно делать видите даже на очень очень короткие ногти какой-то цвет подложки который например может идти в тоне да например к персику персик а может быть вот так вот очень кардинально отличаться к персиковым фруктам идет голубой потом получается очень здорово так я думаю что вы сфотографировали и это сфотографировали это первая декорация на этой неделе как рекомендуется делать эти декорации понятно что идеально если маленькая длина вот прям идеалити квадрат лучше всего если делать на миндаль то миндаль лучше тогда длина хотя бы 3-4 вот ну для меня вот такой вариант поэтому очень много декораций разных по теме но все предполагается что вы будете делать вот в таком варианте от кутикулы до свободного края и цвет какой-то подкладываете туда вниз смотрите как здорово например конкретно эта декорация это каталог страница 69 как раз здесь дизайн вот с этой с этим слайдером номер 134 спасибо большое за поздравление девочки спасибо следующая декорация тоже из этой темы фруктовой до называю гавайская вечеринка банановая республика номер 131 тоже фотографируйте запоминаете и вот они варианты дизайна какие могут быть как это выглядит то же самое рекомендуется на небольшую длину прям на всех десяти пальцев получается очень здорово так следующая декорация цветочки конечно номер 132 вальс цветов какие здесь у нас могут быть варианты смотрите милашки это мой мой сейчас любимый вариант дизайна смотрите когда мы делаем какой-то элемент абстрактный футуристичный да например фольги и приклеена это на вот такую веселую историю из цветочков причем цветочки мелкие потому что тренд цветочный сейчас в одежде будет выглядеть самый популярный их там несколько трендов и цветов но самый популярный это когда мелкий цветок смотрите сейчас напомню в продажу здесь классный каталог дизайна обязательно покупайте есть в электронном виде есть живым конечно идеальнее в живом покупать смотрите вот такой тип цветочков на платьях этой весной летом летом будет самый актуальный видите мелкий цветок в россыпи вот поэтому здесь у нас вот такая нежная история вам показала номер 132 и есть вот такая вот яркая история сейчас секундочку смотрите и история поярче здесь логотип эми здесь есть и винтажные варианты и не винтажные фольга сделано видите с со смолой что получается с очень красивым эффектом когда смола сверху лежит эти варианты они чуть поярче и здесь тоже их можно разбросать видите либо на весь ноготь можно разбросать на весь ноготь как вот это сейчас модно на цветах либо можно все это совместить со стемпингом вот такой вот вариант просто с градиентом я как раз буду сегодня вот с этим слайдером работы сейчас покажу дизайн и которые мы с вами сегодня попробуем вот они варианты дизайна мы сегодня с вами и с росписью сочетания сделаем и со слайдерами и вот такие винтажные варианты как раз я ногти сейчас хочу вам показать которые мы делали на моделях на съемках вот не на этой модели она 2 модели это страница номер 10 в каталоге вот этой модели мы делали две разные руки вот одна вот такая такой сегодня дизайн вас ждет и второй вариант с росписью здесь сочетание фольги плюс московая техника сегодня мы с вами вот такую красоту будем делать в продаже они уже в продаже насколько я знаю саш узнай слайдера эти уже продажа на и мешок так следующая декорация это объемный на украсть мы их редко выпускаем но выпускаем с какого с 11 числа в продажа а это только анонс с 11 видите я вас обманул я думала что уже в продаже саш ты точно ничего не перепутала зачем они мне сказали сегодня это показывать ну девчонки значит я вас обманул я не знаю зачем тогда я так рано рекламирую блин короче смотрим как эти объемные штучки смотрятся это такой знаете baby стиль очень прикольный многим заходит именно весенний летний период там зимой не каждая такое сможет сделать в рамках маникюра а весной лето офигенно особенно вот на этом зеленом модном цвете смотрите как на градиенте и конечно же это здорово смотрится смотрите именно под матовым топом видите как круто под матовым топом они объемненькие такие прям baby baby получается хорошечные эти кстати стикеры сейчас очень модные так это понятно думаю что сфотографировали дальше веселая история мне кажется вот это наверно всем прям всем понравится смотрите необычный градиент виде мелких элементов можно заморочиться и вырезать отдельно но я рекомендую это тоже просто клеить от кутикулы до свободного края причем если длина будет небольшая будет даже еще лучше смотреть так сейчас мы найдем все варианты все варианты дизайнов декорациями с красками гели же не ой вернись гель лаками со стемпингом все есть в этом каталоге имейте ввиду кстати сюда этого тренда не дошли это нас ждет на следующей неделе мы будем с вами двери актуальные потом тему круиза неделю оставим с вами да кстати тренд жидкий металл однозначно его очень много и в рамках манитюра кстати вот мой любимый маникюр это тот что я сделаю первым делом а вот все нашла в самом конце смотрите страница 66 на странице 66 вот обратите внимание даже если представить что длина будет маленькая смотрите как здорово будет смотреться да даже на квадратик малюсенький подмяска если длину не любит клиент офигенно вот такие малышки еще раз это новый слайдер номер 130 и я вам еще не показала смотрите какой крутой слайдер а да в кипсе швам не показала давайте сфотографируйте типса вот но мне честно говоря с дизайном вот так не очень нравится мне кажется перегружена получается я за то чтобы вот просто на весь ноготь с градиентом либо без и больше ничего не нужно вот прям более чем достаточно и тема русалки русалочи тренд тоже мы его поддержали в слайдерах смотрите вот такими абстрактными элементами серебром опять же серебро покрыто прозрачной смолой создает очень красивый офигенный эффект смотрите какие дизайны могут быть есть правда шарми кончики которые скоро выйдут тоже видите вот ну даже вот слова стемпинг посмотрите как эти штуковины очень здорово смотрится поэтому не проходите мимо потому что вот так вот смотришь непонятно а вообще это прям тема темская как успеть походить с этой красоты да сама не знаю я сейчас видите пока хожу с красотой маквин я пока все варианты дизайна с бокса декорации маквин не перепробую не успокоюсь вот поэтому видите я пока с этим наслаждаюсь когда к этой коллекции перейду ну наверное так думаю только концу марта потому что я сейчас вот в отпуск улетаю делать буду тоже опять александра маквин прям сплю вишу так ну что мы с вами поехали делать дизайн у нас сегодня с вами три типса работаем мы с вами с цветами сегодня продолжаем этот тренд 2 декорации у нас сегодня номер 132 и номер 133 что цветы это самое оптимальное что ждет всегда прошлый раз вас я радовала вот таким дизайном там не самый любимый я считаю что это вот прям тренд вот вроде цветочки но за счет вот этих элементов металлических такой футуризм до смешения таких двух кардинально разных стилей в маникюре смотрится даже не грубо а нежно я бы сказала так ну мы сегодня с вами сделаем чуть-чуть другую историю поехали 2 сначала давайте сделаем персиковых цветов как раз они пара вот мы это делали на съемках модели цвет мы берем из новой коллекции мой любимый розовый просто немного цвет девочки обалденный просто великолепный великолепный у нас прям такого розового не было давненько таких цветов не делали мне кажется у нас в красках такой вот оттеновый был но это было уже лет десять назад так суши два варианта начинаем первый слой стемпинга у нас с вами идет я беру старый штампик потому что если вы планируете отпечатывать фольгу на глянцевом новом будет скатывается прозрачный гель для фольги поэтому берите вот какой-нибудь вот такой уже уставший подуставший так мультикул гель выкладываем на палитру обязательно это главное правило желательно не нарушать иначе 15 грамм вашего клея а это реально клей для фольги превратится в засохший кусок такой резины вот реально но этот прям клей полимеризуется в лампе но и как обычный клей на воздухе может произойти такая штука так дальше мы берем пластину здесь есть прикольный вот такой вот паттерн мне очень нравится я его люблю потом делаем пастой вручную дорисовывать лепестки цветов лишний раз я думаю будет полезно сейчас еще раз посмотреть как работает стемпинг плюс фольга тонко втираем мультипл в дизайн самое главное перед тем как вообще работать с фольгой нам нужно избавиться от дисперсионной пленки и я очень часто рекомендую гель прайм топ да но он такой достаточно пастозный чтобы не было лишней толщины постарайтесь нанести его тонко сейчас потому что я его здесь как подложку сейчас буду использовать его достаточно одной минуты просушить и можно спокойно работать с фольгой одновременно оба делаем вот можно еще раз и прям вот все снять чтобы не было жирного слоя максимально тоненько все и одну минуту сушим кто пропустил начало эфира пересмотрите сегодня была презентация декорации которые у нас появятся в продаже с 11 числа их очень много я вам дала сфотографировать дизайны которые можно будет с ними делать много трендов трендовых вариантов поэтому обязательно потом пересмотрите самого начала так и приготовились приготовились здесь очень важно смотрите гель прозрачный вы не видите насколько вы счистили правильно насколько вы счистили поэтому движение должно быть четкое можно конечно два раза пройтись но я не люблю может получиться грязь поэтому я стараюсь с первого раза сделать движение вправо прям хорошо надавливаем прокатила снизу вверх а отпечатала справа налево видите какая разница 30 секунд в лампе и здесь тоже самое прежде чем прокатывать следующий ноготь подсушим хотя бы несколько секунд в лампе несколько секунд в лампе почистим и можно будет работать дальше фольгу стараемся брать только мягенькую и старайтесь выбирать каждый раз чистенькое место когда отпечатывается ну для такого тонкого нанесения рисунка да вы представляете как стемпингом тонко наносится рисунок насколько великолепно отпечатывается фольга сейчас если присмотримся поближе видите присутствуют вот такие мелкие полосочки вот это вот как раз следы где возможно гель вот так вот снимался это то о чем вот я говорила старайтесь первого раза вот так прям сильно с надавливанием скрапер должен быть хороший чтобы у него край был хороший вот но я обычно на это внимание не обращаю буквально там это лучше чем вообще потому что вы не найдете другой материал который бы так при стемпинге позволял фольге отпечатываться вот нету такого материала вы знаете сколько текла сушить я текла сушу просто две минуты и потом шлифую там самое главное можно даже одну минуту просушить самое главное потом зашлифовать понятно можно матовый топ нанести перед фольгой но в случае тогда его нужно просушить три минуты вот я сейчас перешла на prime вот да он возможно толстоватый слой дает но я просто тоненько стараюсь наносить но зато одна минутка и я спокойно видите быстро отпечатываем фольгу так сейчас то же самое делаем со вторым ноготочком поэтому 15 грамм сделали мультипл геля потому что я знала что в основном его все будут покупать только для стемпинга так сделали дальше я беру красочку белый рафинад беру овальную кисточку к зо 1 она еще называется для жестовской росписи что у меня тут она притарчивает дайте ка я уберу тут волосинки все и мы сейчас прям вот без дисперсии без ничего сделаем с вами небольшую роспись так этот вариант у нас тоже готов сейчас мы здесь тоже отпечатаем все прекрасно сейчас я думаю какой больше раскрасить будет наверно вот этот и раскрасим и один мы сделаем со слайдером быстренький мне прям понравилось понятно что тут дисперсии нет обычно я эту технику мазков даю по дисперсию вот тоже прикольно и без дисперсии буду чуть-чуть подсушивать в лампе буквально ну так прикольно контур остается из фольги я сижу судорожно вспоминаю как этот цветок называется девочки весной цветет розовый что это у меня с головой напишите дерево как это называется не цветок вернее а дерево магнолия господи вот это у меня неправильно говорит эндокринолог нужно уже для мозгов таблетосики пить вот короче мне вот в этой технике очень нравится брать все цветочные принты прокатывать их под фольгу вот а потом вот так вот просто м пасточкой проходить вообще тема быстро даже если например мазки у вас не очень красиво получается нет нет не сакура правильно магнолия это магнолия так цветет у нас просто на юге россии магнолия встречается но больше все-таки там где краснодарский край и сочи у них там магнолии завались так ну я видите где например вижу там какие-нибудь косички все это типс готов суши на финише а здесь я предлагаю просто взять и по центру приклеить слайдер какой-нибудь эмишный с логотипом эми как раз взять слайдер номер 130 хотя имя уже до этого клеила давайте возьмем что-нибудь нет все хочу и и не хочу предварительно мы наносим топ слайдер тоненький слой кстати кто уже работал мультипл гелем обратили внимание что даже от топ слайдера фольга вот так не растрескивается как она растрескивается в раньше все 30 секунд и мы тут слайдер отпечатываем а здесь я прям предлагаю финишем сказать хотя кстати я могла бы вскрыть финишом и мазки поставить уже сверху финиш это же импаста она без липкости вообще на модели на съемках так и делала вот ну не все клиенты конечно носят импасту сверху хорошо смотрите как быстренько такие паттерны делать так так водичка все еще например слайдер сверху и вот можно часть ногтей сделать вот так с мазочками а часть например вот так сверху паттерна просто слайдер приклеиваете в принципе больше ничего и не нужно сюда делать ну там кто-то скажет типа перегружена ну и что клиенты разные дизайны для кого-то тренд это минимализм и это да это присутствует для кого-то тренд это голые ногти и это тренд и это присутствует сейчас на рынке для кого-то тренд это вот так дизайн на все десять пальцев и неважно какая длина вот и это тоже тренд и этого много сейчас в пабликах вот поэтому когда говорят что модно что не модно я считаю так неправильно сейчас модно все так же как и в одежде кто-то офис корр любит офисный стиль да а кто-то например любит стиль двухтысячных заниженные талии брюки карго открытые животы топы в сетку и это тоже модно да вот насколько все кардинально по-разному все у нас такая с вами пара дизайнов получилось это как раз дизайн я вам показала сейчас еще расскажу это у нас дизайн как раз который мы делали для модели страница 11 это вот этот маникюр и сейчас мы делаем с вами вот этот маникюр смотрите какое здесь классное платье у модели так сиреневый да вот такой вариант я называю такой знаете новое прочтение винтажа но это не винтаж это кстати очень модный сейчас дизайн особенно в азиатских странах вот корея кто подписан на корейские ногтевые паблики у них это прям тема у меня знаете такие ассоциации как будто прошло десять лет ну десять лет назад помните винтаж был объемный винтаж модный я сейчас смотрю когда корейские паблики и там прям вот как будто из каталога объемный винтаж вот если на когда делал объемный винтаж я делала это прям такие брошки а здесь абстрактные такие штуки так берем из коллекции конечно же супер модный цвет лаванда номер 474 номер 474 покрываем в один слой вообще все цвета из этой коллекции можно при желании покрыть в один слой но может быть кроме желтого и зеленого кроме желтого и зеленого так как будет идти дизайн нет смысла покрывать в два слоя я вот всегда и девчонки мне когда делать особенно видите вот когда у меня ногти длинные наращивание арки не хочется лишнюю толщину покрытия и вот у меня например здесь серый оранжевый все покрыто в один слой просто покрываем специально в один слой потому что знаем что пойдут декорации они снивелируют если даже где-то есть недостатки дальше чтобы нам точно также работать с фольгой мы наносим тоненько prime 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 без липкости топ офигенно через одну минуту к нему не отпечатывается фольга прям проверьте вам понравится предлагаю взять вот такой паттерн на новой пластине смотрите он большим количеством воздуха и как фон вот он как фон хорошо подходит видите так ненавязчиво там переливаться будет рисунок так и здесь для этого я сначала взяла вот этот вариант но мне не понравилось получилось слишком глубочно это прям ну реально такой сильно винтаж винтаж мы когда съемку делали мы использовали вот эти цветы 132 они здесь более современные и вот так наверное даже будет лучше смотреть еще раз я открою страницу так вот идите получше да согласна потому что вот я сейчас в instagram показывала вариант что-то взяла вот эту винтажную розочку мне надо было надо было другой брать слайдер ну ничего там здесь уже готово как мне нравится вконтакте эфиры вести то что-то у нас тут обычный дима написано очень чайду несны и пилитка и рисе кунки хороши это у нас это мальчик пишет мужчина пишет так все почистили все готово еще раз multiple гель мы не работаем с банкой мы нужное количество взяли на 10 пальцев до если на 10 пальцев делаем выкладываем на палитру и работаем с палитрой поэтому multiple гель выпустили 15 граммах потому что я знала что в основном вы все будете степпинг делать все стараемся с первого раза хорошо надавить прям хорошо снизу вверх прокатали слева направо прокатали слушаем 30 секунд катя напомни пожалуйста вальс цветов с какого числа будет продажи все будет продажи с 11 марта на amyshop.ru у дистрибьюторов я думаю что будет раньше вот уверена что у многих дистрибьюторов это уже есть в наличии не знаю мне кажется дистрибьютором сто процентов уже либо отгружают либо отгрузили не знаю почему на сайте так поздно появится что на складе они давно лежат эти декорации просто мы их частями всегда стараемся выпускать и через 30-15 секунд нужно по лампу проверять потому что лампу разные возможно на вашей лампе 15 секунд достаточно знаете если лампа эми новая смотрите как прикольно я когда счищала значит видно видите такая полосочка идет видно это значит в этом месте когда скраб счищался да вот здесь вот где-то не дочистила но на самом деле вот такие моменты они чаще всего сильно в глаза не бросаются на стемпинге так теперь берем мультипл гель чистом виде так где моя нормальная кисточка делаем такое асимметричное пятно слышим также 30-15 секунд вы имеет киросила и голосовое девушка понятно чем будем заполнять смотрите можно в чистом виде раскрашивать вот эти овальчики белым да но мне не нравится я беру немножко такой вот бежевый оттенок намешиваю будет красивее поэтому отпечатываем сейчас линию смотрите как пальцово отпечатывается и вот здесь можно сейчас закрасить теперь понятно что не на все ногти эти абстрактные брошки сейчас серьги кстати вот такие вот асимметричные продают неровные с винтажными цветочками где-то с не с винтажными а сухоцветами так и как я вам сказала мы возьмем с вами слайдер где он мой любименький и вырезается ну например давайте вот эту розочку можно стравик сюда какой-нибудь посадить на розовенький золотишко положить у меня все по заканчивалось надо закупиться надо на алиэкспрессе накупить всяких таких штуковин так топ слайдер водичка ну вот с этим лучше по-другому все таки вон те цветочки винтажные их лучше просто для использования где-то в центре приклеивать будет лучше потому что это сейчас тема с голым маникюра с показа 2024 французской марки roche как же она там называется марка голый маникюр и там как раз были вот эти винтажные розочки этот слайдер для голого маникюра идеально помните я вам делала обзор по голову голому маникюру да кто помнит этот эфир обязательно отлистаете посмотрите и там как раз тема шла вот с этими классическими розочками тоже просто на камуфляже без ничего плюс на этом слайдере еще присутствует логотипами это номер 133 мы сейчас с вами также работали номером 132 все и в конце вы перекрываете все это качественно правом хотите брошку выделите но мы вот когда модели делали ногти я сначала хотела эти брошки выделить а потом поняла что громоздко будет смотреться грубовато в итоге мы когда модели сделали эти ногти мы просто перекрыли финишом что у нас получилось такая нежнятинка все на этом наш мастер-класс подошел к концу еще раз напомню новые декорации будут в продаже на emyshop.ru с 11 марта но я думаю что уже у многих дистрибьюторов это есть сто процентов у нас с вами еще не вышли шармиконы потому что смотрите пластины вышли слайдеры вышли всех получилось 10 или 11 штук по моему у нас с вами вышел каталог с дизайнами у нас вышли декоративные краски у нас с вами вышла вышла сама коллекция генула смотрите посмотрите какой огромный диапазон с чем можно уже начинать работать с сегодняшнего дня потому что сегодня 1 марта первый день весны и официально разрешено начинать делать все яркое весеннее цветочное фруктовое морское и так далее и еще раз спасибо большое за поздравление с днем рождения потому что сегодня мой день рождения всем пока пока